Вот. Моя машина очень красная, тогда я решил приезжать сюда на автомойку. Это не обычная автомойка, это самообслуживание, тогда я могу сам это все делать, получается подешевле. Это новое дело в нашем городе, тогда я хочу попробовать, посмотреть, что такое, как машина будет чистой, потом не чистой. Потому что я знаю, что есть много таких мойки, которые, ну, я приезжаю, это автоматически, да, машина проходит его, а потом грязный в конце, вот, я хочу видеть, реально, я могу это все делать и дешевле, не даю там за 500 рублей, за 1000 рублей, а прямо вот сюда приезжать сам, помоет его подешевле, получается, да или нет, посмотрим сейчас. Сейчас на моей машине садит Юра, просто потому что я хочу снимать, тогда он будет за рул, он будет все делать, я это, я буду лучше снимать. Вчера был дождь и мы решили Сэмом сегодня помыть машину, чтобы она выглядела хорошо и чистой, поэтому мы приехали на эту мойку и сейчас попробуем это все сделать. Для начала пойдем купим жетоны, вот, и посмотрим, вот как это все обойдется. Вот, мы получили, значит, купили 5 жетонов, вот, каждый жетон стоит 50 рублей, вот, по большому счету у нас это на 250 рублей. Взяли с запасом, чтобы посмотреть, во сколько у нас все это дело обойдется. Значит, на этой мойке 6 позиций, которые вот здесь специально. Первая, это предварительная мойка с водой и шампунем, вторая, суперфина, третья, ополаскивание, четвертый, воск, пятая, финишная мойка, осмос и шестая, воздух для продувки дверей, замков в зимний период. Вот, можно также мыться не только летом, но и зимой. Где-то планируется, что до минус 10 они будут использовать эту мойку и зимой, понятно, что зимой происходит очень много грязи и полный цикл, наверное, мыть не надо, потому что все-таки полный цикл надо мыть в профессиональной мойке, которая позволяет комфортный бутовер помыть. А вот приехать после дороги быстренько ополоскнуть ее, эту машину, то это хороший вариант. Потратив 50-100 рублей максимум, ты получаешь чистую машину в любое время года. Первое, что мы делаем, значит, мы пускаем жетон и берем программу, выбираем программу, предварительная мойка, для того, чтобы убить, 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 убить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даем немного поработать химикатом. И, наверное, включим следующую функцию ополаскивания машины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы понять до конца, во сколько нам удобойдется, купив жетоны, мы опускаем их по очереди. Каждый жетон стоит 50 рублей, и это на сколько-то минут нам удается помыть. За первый жетон мы смогли ополоснуть машину, покрыть ее пеной и начать ее смывать. Вот кладем второй жетон, посмотрим, насколько еще остального хватит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и теперь последнее, это мы смываем. Филиска-мойка с водной гормон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы использовали два жетона. Это 100 рублей получилось у нас, но, в принципе, у нас машина уже готова для того, чтобы она выехала. Машина у нас прошла предварительную мойку, пену, промывку, воздух и внешнюю мойку с использованием отпуска, очищенной и тимулизованной воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну какой у нас получился результат? За 100 рублей мы в течение 5-6 минут помыли машину и выглядит она совсем неплохо. В идеале, конечно, сейчас взять тряпку и ее протереть, но мы хотим посмотреть, как работает специальная вода, которая должна вытеснить всю оставшуюся воду. Ладно. Так как только открылась эта мойка, да, хозяева сказали, что в ближайшее время на месте вот этих куч, которые здесь сбоку, будет кафешка небольшая, для того, чтобы можно было попить чай, кофе. И также будет небольшой магазин по продаже аксессуаров для автомашин, там всякая дополнительная автохимия, тряпочки для того, чтобы опять не проверить машину. Но это в ближайшем будущем. Мы с Сымом потратили 2 джетона, но есть специалисты, которые моют машину за 70 рублей. Вот, и если машина маленькая, то не обязательно так долго. Эта машина все-таки большая, BMW, кроссовер, и нам потребовалось всего 100 рублей, чтобы ее помыть. А если машина маленькая, то можно уложить себе 50, 50 рублей, чтобы полностью ее помыть. Вот, реально, так и есть. Да, вот если ты хочешь что-то делать, лучше делать сам.